Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, Евгений. Вы уже больше года возглавляете российский GQ. Вот за отчетный период, что вы сделали, чем можно гордиться? Чем можно гордиться? Ну и что, вы считаете, было сделано неправильно? Хорошо. Давайте по очереди. Да, давайте начнем с хорошего. Ну, из хорошего, мне кажется, что, во-первых, в GQ стало больше всего. Вот даже люди, которые жалуются до него, замечают, что стало больше рекламы, или больше материалов, или больше моды. Он по объему-то остался? Он стал немножко больше, потому что у нас по рекламе действительно, мы впервые, кстати, за 10 лет существования GQ, даже 11, побили журнал «Максим» по количеству рекламных полос. А что такое рекламные полосы? Больше рекламы — это больше редакционных полос, потому что журнал всегда существует... На самом деле, в журнале не может быть больше или меньше рекламы пропорционально. Она всегда стремится к пропорции 60% редакционных, 40% рекламы. Больше ее быть не может. Ну, по законодательности просто не может, в России. Совершенно верно, да. Поэтому, когда стало больше рекламы, сам журнал стал тоже отчасти толще. Но помимо этого наполнения журнала у нас появилась прекрасная рубрика длинных материалов, которой я очень горд. У нас работают в ней отличные авторы, у нас несколько там огромных хитов было. Огласитесь, пожалуйста, весь список. А? Огласитесь, весь список. Хорошо. Олеся Герасименко, Егор Мостовщиков, Александр Гаррес, еще парочка. То есть у нас отлично... То есть вы урезали колумнистов за счет этого увеличения раздел фича, да? Да, да. Все, кто меня знают, знают, что я терпеть не могу колонку как жанр, и большинство колумнистов как людей. Ну, поэтому первое, что я сделал, придя в GQ, это с удовольствием убил собственную колонку. Нет, на самом деле... То есть вы не пишете редакторскую колонку? Нет, я пишу письмо редактора, потому что его невозможно не писать, потому что реклама, стоящая рядом с письмом редактора, почему-то, абсолютно неизвестная у меня причине, продается дороже, чем где-либо еще в журнале. Соответственно, я просто не могу ее не писать, да? Поэтому я стараюсь ее писать хорошо, стараюсь писать ее, как я писал бы колонку, но, конечно, с большим удовольствием этого не делал бы или рисовал чертика, например, скажем, на этой полосе. А чем я больше всего горжусь, на самом деле, тем, что российский GQ занял свое место в плеяде мировых GQ. То есть мы работаем в международном бренде, и это очень важно. А до этого, когда под Усковым был журнал, вы не работали? Нет, конечно, работал, но из журнала, конечно, на бумаге все было так же. Но из журнала, который покупает статьи, материалы, моду, обложки, за последний год GQ стал журналом, который продает контент. Наши материалы перепечатываются в американском GQ, не наоборот. Но это на ваших персональных, наверное, все-таки связях основано. Конечно, да. И что? И на качестве текста, в котором мы печатаем, и на качестве фотографии. Наша обложка, снятая в феврале, например, с Эдрианом Броди, стала обложкой, была синдицирована южноафриканским, скажем, GQ. Мое интервью с Pussy Riot вышло в шести GQ мира. То есть российском, американском одновременно, после этого итальянском, испанском, португальском и турецком. И очень приятно работать, зная, что ты включен в эту мировую систему. Когда мне нужен был, например, комментарий по поводу ухода Берлускони, я просто поднял трубку и позвонил главному редактору итальянского GQ Габриэла Романьоли, который с большим удовольствием мне его написал и так далее. Мне кажется, что это очень важно. Это не просто практика работы. Нет, спросите русский Esquire, какое они имеют отношение к своей... Я знаю, как дела в русском FHM. Там очень-очень плотно работают и с лицензиаром, и со всеми лицензиантами во всех странах мира. Мне казалось, что это обычная практика. Вы меня озадачили совершенно, вот эта информация о повышении рекламных полос, потому что мне казалось, что это всегда сопряжено с рейтингом. Рейтинг обрушился просто феноменально. Рейтинг чего? Рейтинг продукта, рейтинг GQ. Что это значит? Ну, а что значит рейтинг? Да, что такое рейтинг в вашем понимании? Ну, у нас есть Гэллоп, который, может быть, и не имеет отношения к этому Гэллопу. Он обсчитывает как бы цифры. Цифры чего? Цифры, сколько людей читает каждый номер, сколько тысяч людей читает каждый выпуск. И вот замеры, которые с октября 2011 года по февраль, они вот меряют такими шагами, не ежемесячно. То есть вот последний замер перед вашим приходом. И последний из замеров, который вот это осенний, то там колоссальный разрыв совершенно. То есть вы не следите за цифрами? Я первый раз слышу о таком вообще Гэллопе. Вы о Гэллопе первый раз слышите? Нет, я знаю о Гэллопе как о телевизионном рейтинге. Ну вот, смотри, Михаил, я вам покажу вот GQ. Сначала научитесь говорить GQ, а не GQ. GQ, вот видите, это вот до вашего прихода цифра 362. Вот последняя цифра 271. Еще раз, до моего прихода. 362. А что это? Это тысячи людей, читающих выпуск, отдельный выпуск журнала. То есть люди передают его из рук в руки? Какие-то безумные цифры, которые не имеют никакого отношения? Я не знаю методику отсчета. Ну вот давайте ее узнаем сначала. Нет, ну это методика. В общем-то Гэллоп это ваша история американская. То есть я, насколько понимаю, здесь он действует по такой же франшизе, собственно, как и журнал GQ. Мы не действуем по франшизе. В франшизе действуют в FHM и прочее. А вы не действуете по франшизе, да? Нет. Хорошо. Мой начальник Джонсон не уходите от ответа. Значит, вы меня заинтригали, чтобы, во-первых, не следили за рейтингами издания. Если вы говорите о тиражах, это отдельная история. С тиражами все прекрасно. Тираж нет. А вот если вы говорите о рейтинге, я понятия не имею, о чем вы сейчас говорите. Нет, я говорю о рейтинге, на который ориентируется рекламодатель. Рекламодатель ориентируется всегда на... Ну тогда у вас есть ваш ответ. Если рекламодатель... Нет, так вот у меня... Это есть мой вопрос. То есть по идее должно было быть наоборот. Вот поэтому это феноменальная ситуация. Я думал, что вы мне объясните... Они не феноменальны, потому что показатели... Я думаю, что показатели сайта там учитываются тоже. Цифры по сайту очень сильно выросли. Нет, я думаю, что только хардкопи они учитывают. А и айпад не учитывают, который вырос за последние пару месяцев вдвое. Мне кажется, насколько я помню, Гэллоп работает только с хардкопи. То есть только с бумажными носителями. А у вас рекламные полосы ведь выросли. То есть выросли продажи бумажными изданиями. Я так понимаю. А вы продаете рекламу еще и на сайте, соответственно. И, разумеется, и на айпаде, который, кстати, за последний год... Вот как раз, собственно, мой первый номер, который выпустил апрель прошлого года, стал первым номером, когда мы перешли в ежемесячный режим с изданием на айпаде. Я уже поднял этот вопрос, потому что я вас явно, во-первых, расстроил этим, во-вторых... А чем меня расстраивать? Мне показали какие-то совершенно не связанные с реальностью цифры. Что значит не связанные с реальностью? А что такое 360 тысяч и 270 тысяч? Кто эти люди? Я знаю наши тиражи. Мы даже не... А какой у вас тираж? А я не обязан это говорить как раз. Где-то через пару лет будет... А значит у вас не сертифицированный тираж? Через пару лет, мне кажется, мы перейдем на полностью... Публичные тиражи сейчас я не обязан это говорить. Да, понятно. Ну вы же заявляете какой-то в выходных данных тираж, потому что вы обязаны это делать просто по российскому законодательству. Ну найдите его в вашем айпаде тогда. Ну вы хотите, чтобы я пошел на сайт вашего издания и нашел... То есть вы не знаете тираж, который вы заявляете в выходных данных? Нет, я его знаю. Я немножко не понимаю, куда эта беседа просто с нами... Ну, сейчас я уже тоже не понимаю, куда эта беседа... Давайте мы будем... Нет, просто объясните мне, вот 360 тысяч было, стало 270. Это не имеет никакого отношения вообще ни к каким известным мне цифрам. Кроме Гэллопа. А что это Гэллоп? Вы хотите сказать, что наши рекламодатели должны руководствоваться Гэллопом? Ну, рекламодатели в нашей стране, как, мне кажется, и во многих других странах, так же, как и в вашей, они ориентируются на эти рейтинги. На рейтинги... Ну, очевидно, не ориентируются, судя по результатам. Нет, я думал, что какой-нибудь может быть такой ответ, что это, опять же, ваши, может быть, какие-то персональные связи. И очень часто люди используют личный ресурс для того, чтобы подтягивать рекламу. Я думал, что, может быть, какой-то такой будет ответ. У меня нет персональных связей с рекламодателями, я не советую никому их заводить. Почему? Потому что иначе вы будете в журнале читать много джинсы, которых в моем журнале нет. Нет, это не обязательно так работает. Если мы говорим о дружеских связях, а не связях коммерческого характера, то почему нет? Во всяком случае, мне в моей практике приходилось... Привидеть пример. В своей практике я в журнале FHM попросил знакомого олигарха, сказал, что реклама падает, журнал хороший, мы подняли тиражи. Что ж ты не размещаешь, у тебя столько структур, которые вписываются. Он говорит, это как бы не наши рекламодатели. Я говорю, ну, почитай журнал. Он почитал журнал, и у нас появились бюджеты. А вы гордитесь этим? Да, конечно. То есть вы сходили к олигарху, выпросили рекламу про журнальный бизнес в России? Нет, он посмотрел продукт. Ну да. То есть до этого он его не видел. Он считал, что это для другой аудитории, которая не для него, и не для людей, которые сориентированы. А FHM издается вообще еще? FHM издается, да. Круто. То есть вы работаете на рынке мужских журналов, и не знаете, какие лицензионные продукты издаются в стране, в которой вы тоже редактируете мужской журнал? Ну, я работаю на рынке хороших журналов. То есть вы сейчас... Какие хорошие мужские журналы, допустим? Мужской – это бессмысленная вещь, можно откинуть ее сразу. Ну, хорошо. Хорошие журналы – это GQ, Esquire, Snob в лучшие свои моменты, Большой город, Афиша, Афиша Еда, Афиша Мир. Это мужские журналы вы перечислили? Нет, я перечисляю хорошие журналы. А, хорошие журналы. А вот российские GQ – это гомосексуально ориентированные моды в отличие от Esquire? А, это вы из Википедии читаете отрывок из... Нет, нет, это беседа Яковлева. Беседа Яковлева, да, это в Википедии она прошла, да. Это Википедия? Нет, я вот это... Нет, нет, это беседа Яковлева, да. Да, заметим, что... Я знаю, откуда эта цитата. Ее задает Яковлеву... Это вопрос, который задает Яковлеву журналист. Да, объясните, что такое гомосексуально ориентированные моды. Я просто не понимаю. Гомосексуально ориентированная мода, но, вероятно, это мода, призывающая вас к гомосексуальным актам. Это такая... То есть вы считаете, что... Ну вот вы видите человека, одетого в эту одежду, и хотите совершить с ним гомосексуальный акт. То есть вы считаете, что журнал GQ, он публикует... Это реклама публикуется такого рода или материалы? Нет, я считаю, что... Нет, я, разумеется, издеваюсь над самим понятием. И вами, и тем, что вы говорите. Вы издеваетесь надо мной? Ну, к сожалению, приходится это объяснять, потому что это не видно, но как бы... Нет, ну что такое гомосексуально ориентированная мода? Вы по умнее вопросу не понимаете? Я же не знаю, потому что написано, что российский GQ, в отличие от Esquire, специализируется такой... Написано кем? Ну, сейчас вы мне объяснили, что это написано собеседником Яковлева. Ну вот, а вы все, что вам в iPad, как бы, кладут, вы читаете вслух в виде вопроса? Нет, не все, только то, что меня озадачивает. То есть, когда у меня возникает какой-то вопрос, я его задаю. Ну, вопрос-то каким образом возник? Вам кто-то дал вот эту цитату, правильно? Нет, я просто начал читать про российский GQ. Где? В интернете. На каком сайте? В Википедии? В Википедии, по-моему, этого нету. На каком сайте сейчас? NC.ru? Так. Да? Или откуда? Или вы просто гуглите сейчас? Нет, это дело в том, что здесь Edge очень медленно загружается, поэтому это скриншоты. Это мы сейчас не в сети. Это скриншоты. А, понятно, прекрасно. То есть, это просто Google. Вы просто вбили слово GQ в Google. Российская версия GQ. Российская версия GQ. Довольно мощный ресерч. Да? Я польчен, что вы... Нет, я вбил и Михаил Идов тоже. Ну, это хороший заход тоже. Вы как-то, мне кажется, нервничаете. Нет. Нет? Точно? Мне совершенно не о чем нервничать. Да? Конечно. Хорошо, тогда... Кроме того, сколько нам? О, 10 минут осталось. Отлично. Хорошо, вам 10 минут. Давайте мы эти 10 минут тогда поговорим о том, о чем вам будет комфортно разговаривать. Давайте мы лучше 10 минут поговорим о том, о чем-либо, что хоть как-то заинтересует зрителей вашей программы. Хорошо. У меня, поскольку нет четкого представления о зрителе программы... Уф, не признавайтесь в эфире об этом. Нет, ну, у меня нет представления, потому что фидбак, который бывает на, там, в Фейсбуке, он... Я не могу сказать, что все зрители программы, они пасутся в соцсетях. Поэтому на Фейсбук я не могу ориентироваться. А при чем здесь Фейсбук? Фейсбук для меня маркетинговый инструмент. Я перед встречей с вами, допустим, сказал, ну, перед встречей с любым, почти со всяким собеседником, я говорю, что вот я буду встречаться с таким-то, таким-то, какие есть вопросы. Вопросы, кстати, были по поводу вот вашего боксерского нрава, что вы легко заводите, вы коллегу своего то ли избили, то ли... Нет, я убил его, он мертв, он на кладбище. Ну, он уволен, я знаю, но... Нет, нет, но он мертв, реально, все. Ну, зачем вы как-то, так сказать, если вы не хотите на эту тему говорить... Нет, я убил, расчленил, как бы... Хорошо, давайте про проехали, давайте про это тоже. Я к тому, что я очень сильно рискую, потому что там было написано, что вы боксер, как бы, и поэтому можете... Штангист, на самом деле. Вы штангист, да? В каком весе? Знаете, это особый спорт, я изобрел, называется метание штанги. Угу, так. Хорошо, то есть сейчас наступил какой-то момент троллинга, я просто, может быть, не... Ну, всерьез сложно воспринимать то, что вы сейчас делаете, поэтому прикольно. Нет, ваш конфликт с коллегой имел, ну, такой коверидж, очень, в благосфере, очень серьезный. Коверидж. Очень серьезный, да. Коверидж. Да. А, кстати, насчет названия, которое я неправильно произношу, объясните мне, почему GQ, да, это ведь ежеквартальник господ. Вот, джентльменов, да? Почему он ежеквартальник выходит ежемесячно? Это как если Weekly, допустим, выходила ежедневно. Это странная история. Ну, может, загляните в Википедию, там... То есть вы на этот вопрос тоже не знаете ответа? Нет, конечно, я знаю ответ. Разумеется, в оригинале он, там, вплоть до, там, 50-х годов выходил ежеквартально, да. Ну, расскажите, я этого не знаю, я думаю, что некоторые зрители тоже этого не знают. Стал выходить каждый месяц, в 80-х годах его перекупили. Он основан был в 57-м году в качестве приложения к представьте себе журналу Esquire, вот так судьба людей кидает. В 80-х годах его приобрел из «Дальский дом Канденаст». Пришел гениальный главный редактор Арт Купер, который из журнала про моду сделал журнал про, в принципе, стиль жизни и про... В общем-то, как бы, включил в него качественную журналистику. Вот сейчас, как бы, Джим Нельсон продолжает дело Арт Купера. А Джим Нельсон это... Это главный редактор американского GQ. То есть, вот, сочетание высококачественной именно журналистики и моды, и стиля, и спорта. Вы с мистером Нельсоном общаетесь или общались? Да, да, довольно плотно, конечно. Я же пишу в американской GQ тоже. Вы пишете в американской GQ не те же самые тексты, которые пишете в свой родной... Нет, те же самые. Те же самые, да? Те же самые, я просто пишу на английском, потом его же перевожу на русский и печатаю себе. Хорошо. Я уже вам говорил, по-моему, не в эфире, а до эфира, что моя знакомая и коллега Ира, которая здесь работает, она покупает журнал GQ исключительно из-за ваших текстов. Ну, это не комплимент-то, особенно поскольку текстов моих сгульки носа. Это ложка меда в ту бочку, которая здесь как-то случайно образовалась. У меня был главный редактор недавно, Force Woman. Ирина. Да, Ирина, да. И я задам вам такой же вопрос, который задавал ей. Какой персонаж, мы говорим про российских социально значимых персонажей, то есть непонятно, что не про наших каких-то знакомых, соседей, никогда не сможет появиться на обложке GQ, которым руководит Михаил. Ну, вы, наверное. Ну, я не социально значимый персонаж. Ну, как же у вас свое шоу? Нет, ну, тогда давайте мы все-таки какой-то критерий социально значим, что это лицо, ну, достаточно медийное, которое появляется не только на одном канале. То есть есть такие персоны, которые в вашем представлении персоны нон-грата. Мы сейчас, естественно, не говорим о мире шоу-бизнеса, а говорим о таких людях, которые могут появиться на обложке Forbes, допустим, а на обложке GQ никогда. А почему мы не говорим о шоу-бизнесе? Ну, потому что понятно, что там, ну, потому что, ну, как и ваша коллега Ирина сказала, что там вот такая попса, галимая совершенно, ну, какие-нибудь. Я не хочу никого обижать. Стас Михайлов? Ну, допустим. Ну, вот интересно, кстати, что у меня вот нет, кстати, этого взгляда, что есть люди, которые как бы настолько вне нашего внимания, что мы будем притворяться, что их нет. У меня в апрельском номере будет прекрасный материал, кстати, про Стаса Михайлова. Это очень красивый литературный профайл его. Но он не будет на обложке. Нет, он не будет на обложке, я жить хочу. Хорошо, а какой, допустим, политический, вот такой персонаж, как Жириновский, может, в принципе, появиться на обложке GQ? Нет, вот, хорошо, спасибо, вы ответили. Нет, Жириновский 100% нет. Путин? Да, легко, легко, если с эксклюзивным интервью, просто в секунду, более того, я как бы пытаюсь работать. Хорошо, с эксклюзивным интервью, но без эксклюзивной съемки. Вы возьмете что-то из фотобанка или съемку приготовленную? Ну, все вот это Платона уже перепечатали 100 раз, классический кадр. Ну, нет, со съемкой. Со съемкой. Со съемкой. Это реальная история. Нет, мне может посоветовать персонажи мои, как бы, высшее начальство всего издательского дома «Кондинаст», но не главный редактор другого GQ. Вы обсуждаете обложки, естественно, редколлегиях, я так понимаю, да, персонажей? Я довольно малым составом, потому что не хочется, чтобы утекали сведения о них. Вы диктатор, ну, то есть, вот, в качестве редактора вы жесткий человек, то есть, вы способны... В качестве редактора, с текстами, да, 100%, да. Нет, я имею в виду вообще с редакционной политикой. Нет. Вы жесткий человек вообще. Ну, пытаюсь стать жестче, Москва того требует. Да, то есть, вы считаете, что Москва жестче, то есть, бульварное кольцо это жестче, чем Манхэттен? Ну, раз в 100, да, конечно. Раз в 100? А какие критерии, хорошо? Как вот это? Ну, мы же... Михаил, только вы поймите, что я вас не пытаюсь троллить. А нет, это не тролли. Москва живет в атмосфере такой злости, ненависти, чуть-чуть апатии, очень много цинизма. Злости, ненависти общей, тотальной, злости, как спатам. Всех ко всем, но в основном к себе, конечно. Потому что сам факт жизни здесь подразумевает под собой некий моральный компромисс. Все остальное это то, как люди пытаются совладать с этим компромиссом. Очень интересный взгляд. То есть, когда вы приезжали в Москву, вы не были готовы к такому раскладу? Нет, был готов, почему же. А, то есть, вы знали, да, что вас ждет? Нет, ну, в плане... Мне это очень некомфортно, ощущать себя в атмосфере ненависти. Я помню, что такой был очень известный редактор советский. У нас, между прочим, полминуты осталось. Да, мне должны сказать, сколько нам осталось времени. Наверное, они решили что-то подрезать из того, что относится к категории *** бочки. А, мы это тоже будем делать? Вы еще и резать это будете? Понятия не имею. Ну, вдруг, допустим, вы после эфира скажете, что вам не хотелось бы, чтобы тот или иной фрагмент беседы оставался. Нет, нет, мне очень не хотелось бы, чтобы что-либо из этой беседы вырезали. Да? Да. Ну, допустим, про рейтинг. Это я так понимаю, что... То есть, я не ожидал, что это будет такая реакция у вас, потому что мне казалось, что это нормальный рабочий момент. Какая у меня была реакция? Ну, мне кажется, что неадекватная, Михаил. Да. Да, ну, то есть, если одним словом сказать, что мне кажется, что да. Да, неадекватная. Вот, ну, ладно, тогда мы договоримся, что ничего резаться не будет. И скажите, пожалуйста, был ли хоть один какой-нибудь вопрос, который вы рассчитывали услышать, и, я как понимаю, не услышали? Нет, я услышал больше, чем нужно. Хорошо, я не услышал того, что я хотел услышать, я, конечно, ожидал. А что вы хотели? Ну, я хотел услышать мнение американского журналистика о журналистике российской. Нужно было, наверное, на эту тему говорить? Ну, просто, видимо, нет. Я всегда считаю, что в данной ситуации я журналист, вы гость. Я всегда считаю, что это ошибка журналиста, если не сложилась беседа. То есть, если бы я пришел к вам, и беседа не сложилась, это был бы ваш, как изящный такой, существительный, употребимый просос. А здесь это просос, в общем-то, мой. Не спорю. Да, ну, может быть, мы чокнемся все-таки на прощание. Спасибо, Нина. Отлично. Я так и думал, что так закончится. Вам спасибо. Суровые вы, Михаил. Спасибо. 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 Продолжение следует...